Приветствую вас! Во-первых, хочется сказать, что при беременности подобные мысли, которые у вас возникают, подобные позиции, подобные точки зрения, вполне нормальные, потому что в период беременности женщина переживает довольно серьезную перестройку в своем организме, и исходя из этого ей, конечно, очень сложно бывает сохранять какую-то адекватность в том, что с ней происходит, и так далее. То есть я бы не сказал бы, что у вас прямо вот что-то такое очень серьезное, да, серьезное и связанное вот как раз с тем, что вы описываете. То есть да, вы безусловно боитесь, да, безусловно у вас есть подобные переживания, это, конечно, это однозначно. Но думается мне, думается мне, что многие из этих мыслей вызваны именно беременностью, именно перестройкой вашего гормонального фона, ваших изменений в гормональном фоне. И, соответственно, значит, соответственно, как бы, кто-то с вами производит сейчас, это естественно. Вот. Значит, дальше. Дальше. Есть несколько проблем, таких глобальных, которые нужно с вами разобрать. Последнее. Первая проблема, это проблема ваших отношений с матерью. И, соответственно, демонизация этих отношений. То есть вы демонизируете свою мать, вы демонизируете ее и считаете, что она плохая. Считайте, что она, в общем-то, очень агрессивно к вам настроена. И у вас она использовала и лишила вас детства и так далее. Но вам нужно постараться понять, чем человек руководствовал сам. Вам нужно постараться понять ее, постараться принять ее позицию и постараться перестать воспринимать ее как-то агрессивно. Потому что это агрессия, это негатив. Вас они только подавляют. Вам они только мешают и так далее. Ваша мама, она пыталась, как могла, содержать свою семью в семью. И я уверен, что по-своему своих детей она любила. Но именно ключевой момент – по-своему. то есть по-своему это не значит, что она любила их так, как, например, вы считаете правильным. Она любила их так, как могла и действовала так, как тоже могла. И исходя из этого, я думаю, что только первое, что нужно – это отпустить обиды на мать. И понятно, что отпускать обиды на мать будет не так просто, потому что вас это задевает. Вас задевает нереализованность, вас задевает отсутствие, наверное, от детства и так далее. Но, в общем и целом, это возможно сделать, то есть возможно избавить вас от обид. Главное – их все проговаривать, эти обиды, проговорить и отпустить. А мать постараться понять. Решается это в процессе психоаналитических сессий. К сожалению, по-другому здесь никак. То есть нет каких-либо средств избавиться от обид на родителей быстро. Нет средств каких-либо моментально избавиться от негатива по отношению к родителям. Вот, но только с помощью психолога вы можете начать по-другому смотреть на них, то есть на ситуации, связанные с мамой и связанными с отцом. Знаете, вас беспокоит не то, что вы не справитесь с ребенком. Вас беспокоит не безысходность, которая имеет место быть при… Ну, вот, имело место быть в вашей жизни. Вас беспокоит не очень другое, на мой взгляд. Вас беспокоит, на мой взгляд, то, что вы можете быть незащищенным. То есть, то есть, что это значит? Ну, это, по сути, значит, что вот вы, допустим, родите, допустим, родите, и будете одна, будете одна, благополучно воспитывать своего ребенка. То есть, вы боитесь того, что ваш мужчина, например, ваш муж оставит вас одну с ребенком. И для вас это будет, конечно, очень неприятно, для вас это будет очень больно. И вот тогда, тогда действительно будет то, о чем вы говорите. А пока, пока, ничего этого нет. И ваш муж – хороший человек, я уверен. И он не сделает того, что сделало ваше отец, что сделало вашу мать и так далее. То есть, вы боитесь чувства незащищенности. Вы боитесь чувства, одиночества, покинутости и так далее. Ну, на самом деле, это упирается не в ваши какие-то, знаете, переживания. А это, скорее, упирается в то, как вы выстраиваете отношения с вашим мужем. Хочет ли он ребенка, ссоритесь вы с ним или не ссоритесь вы с ним. Ну, допустим, если у вас с ним все хорошо, то просто нужно побольше разговаривать с ним о том, как вы будете воспитывать ребенка. Побольше разговаривать с ним о том, что будете делать вы, например, чтобы, ну, для ребенка. То есть, что будет делать он для ребенка и так далее. И вот в этом случае, в этой ситуации, при такой постановке вопроса, вам не будет так страшно. Наоборот, наоборот, это будет вам только на пользу. И вы увидите, вы увидите, если страх будет, то теперь он уходит. Просто просите у мужа, чтобы он вас поддерживал. Просите у мужа, чтобы он давал вам поддержку. Просите у мужа, чтобы он с вами разговаривал, чтобы он успокаивал вас. И давал вам возможность поддерживать себя в восхищенной. Потому что именно это то, чего вам не хватает. Именно это, именно для священности вам не хватает. Именно, именно вот стабильности. Потому что, ну, потому что у вашей мамы ее не было. А у вашей мамы ее не было, потому что у нее была модель женского поведения определенная. И модель женского поведения у нее была, к сожалению, ну, видимо, деструктивная. Раз, и с одним мужчиной у нее не получилось, да, и с другим мужчиной она родила ребенка, и он тут же от нее ушел. И так, а третий мужчина вообще к вам приставал, да, то есть там, все очень впечатляюще. И это говорит о том, как она выбирала себе мужчин. И вот если вы для себя увидите, чем вы руководствуетесь при выборе мужчин, при выборе мужчины, вот вы сами, чем руководствуетесь при выборе своего мужчины, и какие у вас отношения. Если вы прямо этому вот, на этом застричьем, на этом застричьем свое внимание, то вам моментально станет понятно, что то, что было у вашей мамы, вам абсолютно не грозит. И это правда. Это правда. То есть, понимаете, вот то, что с вами происходит, да, сейчас, это опасение лично дежавю. И опасение дежавю, это в целом нормально. Только не нужно это держать в себе. У вас есть муч, вы можете все это высказать. У вас, как я понял, куча невысказанных обид, куча невыраженных переживаний и так далее. Вот это все. Нужно высказывать, все это нужно переживать и реализовывать. С мужем, или может быть не с мужем, то есть как вы сами хотите. Но нужно это делать. Потому что вы сейчас беременны, и будучи беременны, вы, естественно, будете отстревозиться. Поэтому вы можете еще и к врачу обратиться, чтобы вам, может быть, какие-то легкие успокоительные. Может быть, да, чтобы вы не так сильно переживали, не так вам было тяжело. Но это, конечно, исключительно только по нагношению врача. То есть тут нужно аккуратно приходить к вопросу, чтобы не навредить ребенку вашему. Вот. Значит, что дальше? Что еще? Еще у нас осталось с вами чувство вины перед сестрой. Сестра действительно ни в чем не была виновата перед вами. Здесь я, пожалуй, с вам согласен. Но, есть одно но. Дело в том, что сестра, если она старше вас, она понимает. Она понимает, что происходит. Она понимает, что произошло. Она понимает, почему вы вели себя так. И она не держит на вас блага. Но, если вас это беспокоит, вы можете всегда, вы можете всегда ей позвонить, вы можете всегда, значит, с ней поговорить, пообщаться и увидеть, что, в общем-то, она не держит на вас блага. То есть перед сестрой, ваше чувство вины, оно абсолютно понятно. Оно абсолютно понятно. Но, с учетом того, что вы сейчас взрослая, и ваша страсть тоже взрослая, все можете разрешить, все можете продавить. Поговорите с нейтрой, извинитесь перед ней на все, что происходило. И видите, да, что все делает. Вот. Просто попросите прощения у нее, и все. И поймите, что негатив на вашу маму, все переживания, которые у вас есть, да, это лишь только ваше восприятие. То есть ни мама, ни цитра против вас лично ничего плохого не имели. Это их поведение, это люди своих обстоятельств, в частности ваших мам, которая просто оказалась заложницей, обстоятельств, в которые она попала. И она трудилась как могла, работала, работала, обеспечивала. Да, не идеально, да, плохо, но старалась. И то, что вы ссорились, возможно, связано и с ее чувством вины, и, возможно, с недооцененностью ее труда, ее жертвы, хотя понятно, что ее жертвы вы оценивать не должны. И так далее. То есть она вспоминает о вас, только когда вам нужна помощь, это опять же ее право. И вы правильно сделали, что не взяли трубку, если не хотели. Но негатив на нее будет все равно вас отравлять медленно, если вы не измените к этому свои отношения. Если сейчас в позиции взрослого человека, которым вы являетесь, вы не посмотрите на ее поведение, на ее выбор, как на поведение единственное возможное в ее ситуации. Единственное возможное в тех обстоятельствах, в которых она оказалась, по ее мнению, безусловно, по ее мнению. Вот. Что еще можно добавить к тому, что я уже сказал? Ну, во-первых, значит, если вы до 27-28 лет вообще думать не хотели о детях, понимали, что время уходит, но боялись, что будет так трудно, то сразу возникает вопрос. Время уходит для чего? Ну, не хотите вы рожать, допустим, ну и не надо рожать. Если вам не хочется рожать, если вы не хотели рожать, то зачем это делать? Тогда. Для кого? Для мужа? Но муж, он, наверное, знал, что вам пришлось пережить, и если он знал, что вам пришлось пережить, то, скорее всего, он при условии любви к вам никогда бы не стал настаивать на том, чтобы вы родили ребенка. Потому что понимаете, что для вас это, ну, довольно серьезно, тяжело, и, может быть, вы не готовы. Так что здесь, на мой взгляд, тоже нужно постараться, ну, как-то, знаете, скоррелировать. Да, то есть, если вы решили ребенка зачать, то, соответственно, вопрос такой, зачем? Чем и кого судят? Понимаете? И лучше бы вам вот эти вот мысли, вот эти вот свои желания, мотивы, лучше бы вам привести их в порядок сейчас, чтобы хотя бы вы четко знали, что вам нужно, чего вы хотите, и для чего вы это делаете, то, что делаете. Потому что рожать вам, и, как бы, это ответственность ваша, и, соответственно, если вы не готовы, сказать, да, но при этом сделали это, значит, ну, нам договариваться будем, как-то договариваться, и т.д. и т.п. Либо, если вы все-таки сделали, и в душе понимаете, что готовы и хотите ребенка, но при этом вот эти вот мысли вас беспокоят, допустим, это немножко другое, это тревожность при беременности, это, в общем-то, вполне нормально, здесь я вам уже говорил, что нужно просто с вашим мужем разговаривать, чтобы он вас поддерживал, чтобы он был с вами, чтобы он вас успокаивал и т.д. То есть больше именно к музе нужно, больше нужно поддержку музе получать, потому что он же с вами рядом все время, ну, и, соответственно, он это тот, кто дает вам основную долю тепла, заботы иногда, вот. Смотрите, наша мама, она не смогла подстроить отношения с мужчинами, да, адекватно, ну, по крайней мере, по крайней мере, вот. Ни один ее мужчина не был достойным. Соответственно, соответственно, вы, как минимум, уже вышли замуж. Я думаю, что вы не стали бы выходить за человеком, которым не были бы уверены. Значит, мужчина у вас хороший, гораздо лучше тех, кто был у вашей мамы. Значит, из родительского сценария вы выходите. Но тревожность, которая у вас имеется, это показаться с тобой, что родительский сценарий вас по-прежнему держит. И это нормально, это нормально. Но, понимаете, какая была семья у вашей мамы? Поминайте, какие у нее были отношения с ее мужем? Поминайте, как она вела себя с ним? И никогда, никогда так же с мужем себя не ведите. И тогда у вас все будет максимально прекрасно, максимально гармонично. И ребенок у вас будет родным, желанным и любимым. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.